Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорбых невином, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира от Духи Святой. Доброго всем дня и хорошего настроения. Когда меня спрашивают, что труднее всего дается в жизни, в жизни всегда сложнее всего дается проживание разного рода конфликтов. Ну, когда они возникают между людьми, или когда ты так или иначе втягиваешься в конфликт. Но, с другой стороны, любой конфликт — это выплеск того гноя, который находился в нарыве. То есть он может нарывать, но если ему не дать выход, то рана может перейти в другую стадию, в стадию общего заражения. Другое дело, что нужно научиться правильно проживать и выходить из конфликта. Есть у нас такой удивительный проект, называется «За други своя», в котором взрослые, объединившиеся в определенный педагогический коллектив, берут на себя ответственность работы с детьми, совершают с ними определенные экспедиции, выходят в непривычные условия для современного человека, на природу, подальше от цивилизации. И в течение нескольких дней совместно проходят определенную программу. И вот наши воспитанники вошли в стадию подросткового возраста — 14, 16, 17 лет. А этот возраст, он очень неудобен, неприятен и непонятен. Потому что неизвестные родители не знают, он так называется переходный. Когда и гормональные изменения, и эмоциональная неустойчивость, и влияние среды, и нежелание выделяться, или наоборот, желание выделяться для всех. И вот проект вошел в эту стадию, была смена, на которой были стажеры-подростки. И произошел конфликт, когда взрослые, вроде как доверив организацию экспедиции подросткам, подростки взяли, что-то сделали, что-то не справились. И возникло прям такое отчуждение. Лагерь подростков, лагерь взрослых. Ну и плюс само напряжение сплава, вот этого похода, и усталость, и физическая измотанность, и эмоциональная. И в рамках экспедиции этот конфликт решить не удалось. Представляете, приезжает группа подростков, спрашивает, ну как? И первое впечатление – ужасно, невозможно. Ну и дальше дети рассказывают свои впечатления. Потом, а мне же нужно быть, ну как-то, третийским судьей, потому что ответственность максимальная, она все равно на мне. И как взрослые? Ну да, взрослые замечательно мы преодолели, но вот дети, и дальше там такие, другие, третьи. И вот такой монолит взрослых. Я все слушаю, и так хочется услышать, чтобы кто-то скажет, что ну они же подростки, ну они же еще не взрослые, у них очень непростые, они сами от себя не рады. И приходится входить вот в это пространство, и потихонечку разбирать, и становиться, конечно, на сторону подростков, потому что они более уязвимы в этой ситуации категория. И потихонечку с их стороны рассказывать взрослым, что ну вот так, вот так. Мы же очень часто смотрим не как педагоги, а как родители. А у родителей, у них есть определенные навыки, навыки авторитаризма, навыки, ну какие-то накатанные привычки. Я по себе знаю, что мы очень легко можем обесценить какие-то усилия подростка. А у подростков, у них же ценность не в результате. Это взрослые нацелены на результат. И мы взрослых хвалим или оцениваем, что вот ты молодец, ты хорошо исполнил работу. А у подростков, у них же важен процесс. Если он сделал хоть малое усилие в сторону добра, но педагог внимательно должен это поощрить. Помните, я рассказывал историю про одного замечательного педагога, когда в детском лагере была задача каждому подростку сделать то, что он лучше себе умеет делать. И кто-то там кувыркался, кто-то на руках ходил, кто-то песню пел. Один парнишка, он так растерялся, что я умею делать, что я умею делать. И он схватил жука и съел. И все, и такая пауза, и говорит, и че, и как. А педагог, она говорит, какой ты смелый. Конечно, не умный, не еще какой-то, потому что это не умный есть жуков, но какой ты смелый. То есть все равно нашли какое-то важное качество. Но правда, это смелость. То есть человек, он решился на такое дело. И вот мы, как родители, как часто заходим в комнату, на кухню, а дети перед этим, они сделали уборку. И так оглядываешь взглядом, у тебя взгляд, он выискивает, за что бы зацепиться. Смотришь в раковину, недомытую посуду, и говоришь, а че это такое? А типа, че вы не до конца убрали? И все, и все обнуляется, и все расстраивается, потому что дети понимают, что все, что они сделали, это не замечено. Осталась только какая-то недоделка, и мы на это зацепились. И все, из этого построили свое отношение. И вот так часто мы смотрим на подростков. А у них другое, важен процесс, важно заметить и поощрить то малое, что они все-таки смогли сделать, преодолеть. И вот потихонечку этот клубок распутывали. Сначала со взрослыми поговорили, потом вместе встретились с активом наших стажеров. И слава Богу, как-то потихонечку выслушали, без нервов, без упреков, без оправданий, то, что видят подростки, то, в чем они нуждаются — в поддержке, в одобрении, в поощрении, в доверии. Слава Богу, удалось из этого конфликта выйти. Помогай нам всем, Господь! Господи, сил, помилуй нас! Слава Богу, удалось из этого конфликта выйти.